Приветствую вас, Мария. Мне кажется, что ваш вопрос нужно разобрать достаточно детально, потому что в нем есть несколько моментов, на которые хочется обратить ваше внимание, но которые, наверное, не очень здорово будет озвучить просто так. Итак, встречаюсь с мужчиной полгода, пишите вы. Настроенный, как мне, оказалось серьезнее, и даже хотел от меня рыбинка. Вот давайте здесь мы с вами постараемся обратить внимание вот на что. Да. На то, вы говорите, что встречаетесь с мужчиной полгода, а вот, собственно, что общего между вами и мужчиной? Вот именно общего, что вас, условно говоря, могло бы объединять вот так, вот если на скидку просто, что бы он могло вас объединять, что могло бы быть общим между вами, вот, что могло бы вас связывать, что могло бы, ну, обеспечивать контакт между вами, такой, ну, постоянно, да, скажем так. Вот. Вот если попробовать на этот вопрос ответить, то все получится. Дальше, вы говорите, что человек серьезно, казалось бы, к вам, ну, относился, да, серьезно, казалось бы. А вот, эм, что такое серьезное отношение? Серьезное отношение? Это какое? Вот это как? Это что такое? Что такое для вас серьезное отношение к вам? Что оно из себя представляет? Как вы, грубо говоря, определяете? Серьезное отношение от несерьезного? Вот. Или это, эм, то, что касается семьи и ребенка? То есть это, вот, э, ну, вы, например, э, хотите, допустим, э, семью и ребенка, и если мужчина хочет, то хочет того же, то это делает его серьезным? Или как? Вот тут я бы хотел этот момент, наверное, постараться понять, да? Как бы, ну, раскрыть хотел бы этот момент, потому что, мне кажется, это достаточно важно для понимания ситуации вашей в целом. Больше. Идем. Эм, так, хотел от меня ребенка. Эм, ну, полгода встречаюсь, он уже хочет от вас ребенка, ну, эм, лично у меня это вызывает, э, некоторые вопросы относительно того, да, э, как ребенок воспринимает, э, как, э, мужчина воспринимает вас, ну, именно вас. То есть насколько он, э, э, вас воспринимает, э, самобычно, э, корректно, э, э, ценностно, э, вот. И воспринимает ли он вас, э, ценностно, э, там, потому что, честно говоря, когда, вот, я, э, э, ну, слышу, что, э, мужчина хочет, там, ребенка, да, э, 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 как некое средство. Средство, собственно, получения от того, что хочет мужчина. При этом, не совсем понятна женщина в этой ситуации, кто. Ее интересы, скажем так, учитываются или нет. То есть, мне кажется, что этот момент несколько несправедливо здесь убирается, так сказать, с горизонта. Хотя, на самом деле, мне кажется, что это весьма важно. Итак, какое значение для вас имеет то, что мужчина хочет ребенку развивать? Именно значение какое для вас это имеет, если имеет значение. Да, то есть, как бы, если это имеет значение, то какое, да, что это для вас означает? И прав ли, например, я в том, что думаю, что для вас это означает как раз некую серьезность по отношению к вам и, соответственно, возможности человеку доверять. Вот. То есть, как-то постарайтесь вот этот момент, да, немножечко, ну, выделить. Постарайтесь его определить, постарайтесь обратить на него внимание на этот момент. Это важно. Это важно. Дальше. Дальше. Значит, так. В последнее время мне непонятно его поведение. Один раз не звонил, не писал несколько дней, постарайтесь, я первое не написал, спросил, в чем дело. Сказал, что нормально, делал много, стали общаться, встречаться, как ничем не бывало. Ну, собственно, здесь, как бы, у вас есть ожидание того, что человек будет стать вам первый, я так причем понимаю, что это вот как-то на постоянной основе. Да? То есть, вот у вас есть ожидание, у вас есть потребность в том, чтобы человек вам писал на какой-то вот такой постоянной основе. Вот. И, соответственно, когда он этого не делает, когда он не пишет вам на постоянной основе, то вы воспринимаете это, ну, как-то вот, я бы сказал, негативно. Да? То есть, вы воспринимаете не очень хорошо тот факт, что человек вам ни при что не звонит. Потому что, ну, например, условно говоря, вы считаете, что мужчина должен, там, первый писать и так далее. Может быть, может быть, это и так, может быть, это и так, может быть, это и так, но... Вопрос, эээ, немножечко в другом, да, вопрос в другом, разделяет ли человек. Ваш взгляд, это первое. Это первое. И второе. Второе. Это вот мужчина, который вам нравится. Ну, я имею в виду, я имею в виду вообще вот мужчина, который вам нравится. Я думаю, что это не первый мужчина, да, в котором у вас, эээ, ну, отношение. Так вот, мужчины, которые вам нравятся. Часто ли мужчины, которые вам нравятся, действуют вот так, как вы ждёте от них? Потому что, если нет, если нет, если нет, если, ну, условно говоря, да, если это не так, а если мужчины, мужчины не ведут себя так, как вот вы, там, образно говоря, ждёте, хотите и так далее, то получается, что вы выбираете несколько, ну, не тех мужчин. Вы выбираете мужчин, которые, ну, отвечают вашим требованиям. Вы выбираете мужчин, которые ведут себя, ну, по-другому. Вы выбираете мужчин, которые, ну, вот, собственно, ну, для себя выбирают немножко другую модель поведения, как бы. Я не говорю, что это, эээ, там, сто процентов всегда плохо или сто процентов всегда хорошо. Я просто хочу сказать, что вот, эээ, насколько, насколько вы обеспечиваете, да, то есть вот, насколько вы, эээ, продвигаете свои интересы, насколько вы, эээ, ну, отстаиваете, может быть, свои интересы, да? То есть если я считаю, что, эээ, мужчина должен, должен, там, ну, грубо говоря, эээ, писать первый, да, допустим, то, вот, эээ, значит, что я делаю, чтобы это, чтобы это стало, эээ, ну, чтобы это стало реально, чтобы это стало реально, вот. Что я делаю и делаю ли, делаю ли я что-то вообще, вот, ну, в этом направлении, например. Это, как мне кажется, эээ, достаточно важный момент. Потому что если у вас есть, эээ, если у вас есть, эээ, как бы, ээээ, свои ценности, если у вас есть ценности, то вам нужно их защищать, если вы свои, ээээ, ценности не защищаете, если вы свои ценности не защищаете, то какой тогда в них смысл, да, в, эээ, ценностях? Дальше. Эээ, так, спросили, в чем дело? Сказали, все нормально, дело много, ждали общаться, встречаться, как ни в чем не бывало. Ну, смотрите, эээ, вот, да, ждали общаться, встречаться, как ни в чем не бывало. То есть, ну, вас это стревожило, вас это стревожило. Эээ, вы сказали, эээ, что-нибудь мужчине об этом, ну, получается, нет, да, то есть, вы, эээ, сами пишете, что стали общаться, встречаться, как ни в чем не бывало. Вот, то есть, получается, что, что вы, эээ, что вы даете мужчине понять, что все в порядке, да, вы даете человеку понять, что все нормально, что ничего, как бы, страшного не произошло, а в действительности ситуация, ну, там, совсем иная. Да, да, в действительности ситуация совсем другая, и, эээ, как бы, вас, это, ну, вас она, эта ситуация в целом, ну, беспокоит, вот. А вы, получается, эээ, хода, эээ, вот этой ситуации не даете, вот. Понимаете, какая штука, получается, не очень, не очень хорошая, да? Вот, если вы, эээ, что вы здесь, эээ, получается, что вы здесь, ээээ, сами с собой не честны, получается. Получается, что вы, эээ, склонны себя обманывать, ээээ, вот. Потому что вы как бы спросили у человека, что такое, то есть в чем дело, мы спросили у человека. Тогда как по факту вы чувствуете, ну, немножко другое, как мне кажется. Вы чувствуете обилие, может быть, вы чувствуете какой-то, может быть, страх, может быть, тревожность. Да, может быть, что-то такое вы чувствуете, скорее всего. Позволяете ли вы этому быть? Вот, в общем, как бы вопрос, да. И вот мне лично кажется, что не совсем. Да, мне лично кажется, что вы не позволяете себе вот это проявлять, что вы не позволяете своим чувствам, как бы, ну, быть. Мне кажется, что вы по факту себя выжимаете. Ну, мне так кажется. Я, понятное дело, что могу ошибаться, но видится мне это так. Понятно, да? Что я имею в виду. Дальше. Так. Сейчас мне звонит мне бить, что я в третий день, я сама тоже молчу про лет инициативу. Первый, больше я не собираюсь. Ну, смотрите, здесь, собственно, мы подходим прямо вот к этой вот идее, что я считаю, что мужчина должен первым проявлять инициативу. Хорошо, может быть, но вопрос, да, насколько ваш выбор мужчин соответствует вашей ценности и насколько ваше поведение этой ценности соответствует тоже, да? То есть, как бы, ну, то есть, если вы не собираетесь больше проявлять инициативу и считаете, что мужчина должен проявляться, то вот, как бы, насколько вы обеспечиваете свою такую вот позицию. Вот. Потому что у меня возникло ощущение такое, что, ну, что не совсем вы ее обеспечиваете. Все это вас обещают, условно говоря. Дальше. Дальше. Думаю, что если я ему интересен, он сам должен предоставить, как у меня дела. Ну, опять же, с одной стороны, вроде бы, да. Вроде бы. Но с другой стороны, вопрос. А что вы делаете, чтобы быть ему интересным? Делаете ли вы что-то, чтобы быть ему интересным? Понимаете? Какой момент здесь? Если вы не делаете ничего для этого, или это вы ведете себя, ну, там, достаточно пассивно, например, то вот причина, почему человек, как бы, ну, с вами не взаимодействует. В том числе, потому что чувствует требования от себя. Не чувствует инициатива от вас. А может быть, инициатива от вас, это то, что ему нужно, да. То, чего он хочет, например. Это то, чем он, там, не знаю, нуждается и так далее. Такое тоже вполне себе может быть. Ну, я исключительно говорю с позиции сейчас, вероятно, что я не претендую на это сейчас. Вот. Дальше. Идем. Мне не очень понятно, почему он тебя так ведет, потому что я знаю, что я уеду в опытных дней, через несколько дней, но хотел ехать со мной и молчу. Ну, это, вы знаете, как мне кажется, это больше про то, что вам, ну, у вас есть ощущение, что человек вас бросает. У вас есть ощущение, что человеку вы становитесь неинтересны, и вас это как-то вот тревожит, вас это гложет, вас это напрягает. Мне кажется, это больше про это. Понимаете? Вот. Мне кажется, что это, ну, вот, именно, именно то, что вы обвиняете, условно говоря, мужчину в каких-то, ну, действиях, да, что вот он там чего-то сделал, чего-то не сделал. Вот. А может быть, в действительности, вы сами, как бы, ну, хотите, чтобы он это сделал, и призываете, что он этого не делает, а ему об этом, как бы, не говорится. То есть, открывается файл, естественно. А мужчина не знает и думает, что, там, в порядке, что вы, ну, что вы сильные, что вам, там, условно говоря, ничего не нужно, да, что, что это он там всё сам напридумывал, например. Ну, что-то такое. То есть, вариантов, просто, может быть, много, 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 довольно, и мне кажется, что имеет смысл вот это поиследовать, как бы, да, имеет смысл, ну, поиследовать и изучить. А, и что для вас, опять же, что это означает? Я имею в виду, что вот человек так вот себя ведёт по отношению к вам. Вот. Что это для вас означает? И означает ли для вас это что-нибудь? Ну, что-нибудь, мне.. что-нибудь? Ну, что-нибудь. Ну, это, что-нибудь. И сами... Это было, что-нибудь, я не знаю, это, главное, подс STEM, просто, как-то в истории, что-нибудь, или treats, которые, кто-нибудь, Дальше. Все-таки методороза ходит не в порядке, я не знаю, что это у меня вообще прекрасное отношение к этому человеку. Ну, я думаю, что здесь очень много у вас про тревожность, мне так кажется, то есть я думаю, что очень много вы в контексте тревожности говорите, очень много у вас тревога по поводу того, будет ли мужчина с вами, не будет ли мужчина с вами, вот я думаю, что у вас есть очень сильное такое желание, очень сильная потребность, я бы сказал, в стабильности какой-то. ну, может быть, определенности, вот, хотя я могу ошибаться. И вы пытаетесь расчет, ну, на расчет мужчины это получить, вот. так мне это, по крайней мере, видит, ну, так мне это видится, по крайней мере, да, с точки зрения, вот, с точки зрения психологии, психотерапии, да, вот. И мне кажется, что имеет смысл, вот, поисследовать вот это, то, что вам нужно, что всё выназначено, что, как, ну, как, ну, как вы воспринимаете эту ситуацию, всё, вот, вот, а, обнаружить, а, ваши собственные конфликты и противоречия, а, если, пока вы имеете, а, попытаться, 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 попытаться. их разрешить, вот, их разрешить, вот, я не думаю, не думаю, что это должно быть очень сложно, не думаю, что это должно быть очень тяжело сделать, вот, если, ну, попытаться там разрешить, вот. и, соответственно, а, когда и если, это будет сделано, то, уже можно будет, а, говорить, а, тогда уже вы сами, тогда уже вы сами, а, сможете решить, для себя. Хотите ли вы менять что-то, да или нет, вот такая вот история. Если вы хотите отношения для серьёзности, как сказать вы хотите в серьёзных отношениях, нужно соответствующие выстраивать взаимодействие. Но мне кажется, что вы немножко не ведёте себя. Так, чтобы выстраивать отношения на основаниях серьёзности и на основаниях привязки к вам, чтобы, условно говоря, мужчина был к вам привязан. Вот мне кажется, что такие отношения вы не выстраиваете со своим партнером. Почему не выстраиваете? Мне сказать слово. Точнее я не могу это сказать, потому что нужно больше информации. Вот в принципе то, наверное, что я хотел вам сказать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Возможно этого мало, да, возможно этого мало, вы хотите чего-то ещё, вы хотите, ну как бы, большего, вы хотите большего. Вот я, в принципе, могу вас понять, да, я могу понять, что вы можете хотеть обнести больше информации. И я, как бы, заранее извиняюсь за то, что мало, так мало информации подставил, вот, но это, к сожалению, это, вот, пока всё, что можно сказать в этой ситуации, конкретно, конкретно в этой ситуации. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам разрешить ваши противоречия, ваши конфликты, вот, и надеюсь, по-моему, у вас всё будет хорошо.